Детская поликлиника работает только на 50% от своего привычного объема. Пока сохраняются риски заражения коронавирусной инфекции, учреждение обязано соблюдать требования Роспотребнадзора. Приводить ребенка в поликлинику может только один взрослый. Обязательно наличие маски. Не должно быть больших очередей в коридорах. Посетителям нужно соблюдать дистанцию. Время приема пациентов увеличено. Вместо положенных по нормативу 24 детей можно принять только 12. Медосмотры детей до года пока запрещены. И когда они станут возможны, сказать сложно. Также я хочу сказать, что мы начали оформлять медицинские документы для поступления в детские сады. Но сразу оговорюсь, эти документы оформляются по предыдущим медицинским профилактическим осмотрам. То есть тот медосмотр, который ранее ребенок проходил, на основании его мы оформляем документы. Поэтому тоже никакой отдельный медосмотр перед детским садом сейчас на данный момент не организовывал. Участковая медсестра сама позвонит родителям и скажет, когда прийти оформить документы. Либо родители могут записаться на прием в доврачебный кабинет. Возобновилась запись на прием к узким специалистам через портал пациента КБ-50. После долгого перерыва начали планово вакцинировать детей. Прививки теперь делают и неорганизованным малышам, и воспитанникам детских садов. Ребята, приходя на вакцинацию, не пересекаются с теми, кто пришел на прием к специалистам. Для вакцинации наших детей у нас сейчас организована такая так называемая чистая зона. Это отдельный блок, который работает там бригада, специально выделенные врачи, медсестра. Медсестра на входе осуществляет фильтр, то есть она строго следит по этой предварительной записи, кто приходит, измеряет температуру. Тех детей, у которых был диагностирован коронавирус, лечит отдельная бригада. Медики, работающие с ковидными пациентами, не наблюдают и не пересекаются с другими пациентами. Полностью интервью с Мариной Алексиной смотрите на канале Саров-24 в рубрике «Без комментариев» и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Опёнова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok